Саляму алейкум и рахматуллах и баракату, уважаемые братья, баракаллафейкум. Альхамдуллах. Благодарим Аллаху, субхану ва-та-аля, то, что в очередной нас, в очередной раз он дал нам возможность собраться вместе, братья, любящие друг друга ради Аллаха, субхану ва-та-аля, в самом лучшем месте, в доме Аллаха, субхану ва-та-аля, в пятничный день, альхамдуллиллах. Просим Аллаха, субхану ва-та-аля, как он нас вместе собирает в этой дунье на поклонение, чтобы также Аллах, субхану ва-та-аля, в вечности собрал нас в Фердеусе. Каждый раз, когда мы просыпаемся, благодарим Аллаха, субхану ва-та-аля. То, что Аллах дал нам возможность сегодня проснуться, встать, восхвалить Аллаха, субхану ва-та-аля. Поэтому из дуа пророку Мухаммаду, когда человек просыпается, говорит, первое, что говорит, встречается с рассветом, открывая свои глаза. Благодарим Аллаха, который оживил нас после того, как умертвил нас. Сон — это брат смерти. Сон — это маленькая смерть. После того, как оживил нас, мы признаем, что мы умерли, и опять оживил ты нас. Кто нас оживил? Аллаху. Дал нам возможность проснуться, радоваться в этой жизни, в поклонении Аллаху, посмотреть на свою семью, на своих близких, родителей, детей. Аль-Хамду лиллах, со всем сердцем мы говорим, который оживил нас после того, как умертвил. И к нему, к Аллаху, наше возвращение. Также мы благодарим Аллаха, как Он нас вместе собрал сегодня в пятницу, на самом лучшем месте, в самый лучший день, на самом лучшем обедате, на поклонении Аллаху. И также просим Аллаха, как Он нас вместе собрал, чтобы вместе также собрал нас судно-день в раю. Барак лафикум. Каждый раз, братья, бывает, Субханаллах, встречаешься, особенно когда вот имам общается с разными прихожанами, и возникают разные вопросы. И каждый вот на прошлой неделе два человека, как бы не радуешься, что такие мысли у человека возникают, но с другой стороны, благодаришь Аллаха, что Он послал этого человека, чтобы дать нам новую тему, чтобы ее обсудить. И хотелось бы сегодня обсудить вместе с вами положение сунны, положение сунны в шариате, положение, как мы должны относиться к сунне, как мы должны относиться к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ко мне подошел один человек и говорит, я пришел к той мысли, то, что я сунна, она не обязательно, достаточно нам Кур'ана. Ведь Аллах, Субханаллаху алейхи вассалям, все разъяснил в Кур'ане. Вот хотелось бы об этом поговорить с вами, достаточно ли Кур'ан без сунны? Можем ли мы прожить без сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, без хадисы, без тарики, без пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или нет? Во-первых, хотелось бы, чтобы мы все сделали салават за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самый лучший из дней для вас, это пятничный день, в этот день больше произносите за меня салават. Сегодня тот, который говорил, я соскучился по своим братьям, то есть по нам с вами, сахабы сказали, не мы ли твои братья, у посланника Аллаха? На что он сказал, А мои братья, те, которые придут после меня, уверуют в меня, не увидев меня, пойдут по моей сунне. И он сегодня ждет от нас с вами салавата. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ждет сегодня салават. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, больше в пятницу говорите за меня салават, поистине ваш салават дойдет до меня, где бы вы ни были, сказал пророк Мухаммад, Во-первых, хотелось бы поговорить, как относиться к шахаде Ачхаду Анна Мухаммада, Расулу Аллах. Если можно, братья, вы закрываете обзор тем братьям, которые после вас сидят. Поэтому, если можно, я вас попросил сесть, присесть, чтобы братья тоже видели, иншаллах. Мухаммад, Расулу Аллаху. Вторая часть шахады мы говорим Ачхаду Анна Мухаммадан, Абдуху и Расулу. Когда человек принимает ислам, он свидетельствует, что нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствует, что Мухаммад, Абд и Расул, Раб и Посланник Аллаха. Аль-Абд и Расул, как мы вот эти два столпа, то, что он Раб и он Посланник, что нам дают, какую фаиду, какую пользу мы от этого получаем? Каждый раз, когда мы с вами читаем Ас-Саля, Намаз, в Тащахуде говорим Ачхаду Анна Мухаммадан, Абдуху и Расулу, Раб и Посланник. Сегодня вы, большинство из вас, наверное, прочитали сурат Аль-Кахф. В последнем аяте, что, субханава ва Та'але, говорит? Скажи, Мухаммад, Поистине я человек, подобный вам. То есть башар. Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, не ангел. Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, не Илях. Не Господь. Он кто? Башар. Человек. Да, он ма'сум. У него нету грехов. Аллах, субханава ва Та'але, говорит в Коране. Аллах, простил тебя, Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Все грехи, которые... Когда мы говорим, Мухаммад, говорите, саллаллаху алейху ассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал. Жадный, скупой человек, тот, когда слышит мое имя, не говорит мне саллаллаху алейху ассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, говорит, я такой же человек, как и вы. Он был безгрешен, у него нету грехов, но он человек. Аллах, субханава ва Та'але, в других аятах говорит. Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, кушал еду, ходил по рынку, то есть покупал, продавал, занимался торговлей. Он башар. Тогда еще курашиты говорили, почему Аллах избрал человека, а не избрал ангела. Тогда Аллах, субханава ва Та'але, ответил четко, им сказал. Ответим, Мухаммад, они просят ангела. Если бы на земле ходили бы, спокойно по земле ходили бы ангелы, то есть вы, курашиты, если бы ангелами были, мы бы вам непременно не спасали бы с небес ангела, говорили, субханава ва Та'але. Но так как люди живут, Аллах, субханава ва Та'але, послал человека. Башар. Также сказал касательно Иса ибн Марьям. Касательно Иса, алейху ассалям, его мамы Марьям, они оба кушали. Они оба кушали. Как один из ученых красиво сказал, почему нельзя им поклоняться. Потому что Аллах, субханава ва Та'але, сказал, что они оба, и Иса, алейху ассалям, и Марьям, кушали. А когда человек кушает, из него выходит то, что он покушал, как можно поклоняться ему? Поэтому мы не поклоняемся никому, ничему, кроме Аллаха, субханава ва Та'але. Башар. Человек. Второй столб шахады. Мухаммад, субханава ва Та'але. Мне дано вахье. Мне дано откровение. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, учитель наш, наш устац. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Для вас, посланник Аллаха, красивый, хороший пример. То, кто подчинился посланнику, тот подчинился Аллаху, субханава ва Та'але. Были люди во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, которые хотели словами возвысить положение пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, несмотря на то, что его положение великое. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, господин всех пророков и посланников, самый лучший из людей, который был, который был из всех самых любимых созданий, творений Аллаха, субханава ва Та'але. Но несмотря на это, он любил пророк Мухаммад, когда к нему обращались по двум качествам. Аль-Абд и Расуль. Раб и посланник. В хадисе приводится то, что люди пришли к посланнику Аллаха и сказали. Нету сомнений, что пророк Мухаммад, самый лучший из людей, что он господин. Но посмотрите, как ответил им пророк Мухаммад, это указывает на то, что он любил, когда к нему обращались раб Аллаха и посланник Аллаха. Он сказал, я юханнас, о люди, бойтесь Аллаха, говорите одним словом, пусть шайтан вас не сбивает с пути, не обманывает. И клянусь Аллахом, я не люблю, когда люди меня возвышают выше того, что дал мне Аллах. Я раб Аллаха и я посланник Аллаха. Поэтому, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум, умер, Аллах, субхану алейкум, сказал в Коране, что ты умрешь, умрешь, Мухаммад. Поистине, и ты умрешь, и они умрут. Аллах, субхану алейкум, сказал то, что ты умрешь. Люди, началась фитна, умер ли Расул Аллах или нет. Умар разгневался, кто говорит, что умер, посланник Аллаха. И началась фитна. И тогда вышел Сыддик, Муабубакр, рада Аллаху, Сыддик, правдивый. Одно его слово, на вес золота. На что он сказал, вышел словами, сказал, я юханнас. Ум люди, кто поклонался Мухаммаду, Мухаммад, саллаллаху алейкум, умер. И закрыл диспут, закрыл спор. А тот, кто поклонался Аллаху, поистине, Аллах живой, вечный и никогда не умрет. О каждом человеке, о каждом человеке можно сказать, его начало было ничто, его не было, и его конец, заваль, закончится, умрет. Кроме Аллаха, он всегда был и всегда будет. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, можно ли прожить без сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, или нет. Давайте не будем, я как сказал брату, не нужно философствовать. То есть нам, мусульманам, что нужно? Сами'на муата'на услышали, подчинились Аллаху, Курану и посланнику суння, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум. Говорит, я пришел к мысли, почему уже ислам, то есть это раньше что-то древнее было, нужно что-то новое, нужно как бы в исламе новое, как бы уже мир меняется, технологии и так далее, субханаллах. Я говорю, брат, что ты хочешь сказать? Говорит, я вот не знаю, там люди сбивают и так далее, но вы должны знать, я не религиозный человек. Я, говорит, обычный светский человек. Я говорю, хорошо, ты говоришь, секты разрождаются. Ты говоришь, я, у тебя религия, знания в религии. Я Коран ни разу не читал. Я говорю, ты Коран ни разу не читал, как ты хочешь призвать к чему-то, к религии? Говорит, ну у меня эти знания, где-то они внутри живут в меня. Я говорю, субханаллах, вот так вот разрождаются секты, вот так вот разрождаются секты. Нужно что? Починиться Аллаху и подчиниться посланнику Аллаху алейкум, саллаллаху алейкум алейкум, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум. Когда мы Аллаху Акбар, в намастаем ист-ислям, сдались перед Аллахом, субхану ва т-air Veale. Поэтому от Хасан Басри, из великих таби'инов, Абу Саид, сказал «Кунна инда Амран ибн Хусейн». В книге «Ат-Таба'кат инда Абу Саид» он приводит и говорит «Мы были у Амрана ибн Хусейна». И Амран ибн Хусейн тоже великий таби'ин. И Хасан Басри говорит «Мы сидели у него». И рассказывал нам про хадисы и про сунну. Во-первых, что такое хадис и что такое сунна? Когда он говорит хадис и сунна, в чем разница? Хадис, то, что пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, говорил. Он более, так скажем, узкий понимание. Сунна более обширная. Сунна в переводе «тарика», дословный перевод «путь». Фукаха дают определение ученым. Сунна – это все, что до нас дошло от пророка Мухаммада, салалу алейхи салам, из его слов, из его действий, из его довольствия. Например, из слов. Пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, сказал Каждое дело человеку записывается по намерению, словами. Фиалия – то, что он делами показал. Например, Аллах, субханалу алейхи салам, в Коране говорит «Акимус саля» – читайте намаз. А как читать ни одного намаза, сколько рака'атов? Сейчас мы на джумуа пришли, два рака'ата, фарда, хутба и так далее. Откуда? «Читайте так намаз, как видели меня, молящимся». Делами показал пророк Мухаммад, салалу алейхи салам. Сейчас мы приехали с хаджа. Аллах, субханалу алейхи салам, в Коране говорит «Валиллахи аляннаси хиджу лбейт имени сатаа алейхи сабиля». Аллах приказывает совершать хадж, паломничество, у кого есть возможность, материальное, физическое. А как совершать хадж? На муззалифе здесь спать нужно, камушки собирать, здесь камни бросать, здесь на Арафате дуа делать, таваф семь раз проходить, саи. То есть откуда мы берем? Из сунны пророка Мухаммада, салалу алейхи салам, пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, за шагом показывал и говорил «Худу анни манасикакум» «Берите от меня ваши обряды хаджа». Это фиалия, то, что делами я показал. Третье – это токрир. То, что пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, не делал, но он был доволен на это. Например, пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, не любил мясо, дабб, лахм, дабб, варан. Когда сахабы кушали, он не запрещал. Это довольствие его. Или, например, один раз пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, вместе с сахабами шел в место с Бану Курайда. Вы знаете, что пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, перед тем, как переселился в Медину, там жили три иудейских клана. Бану Кайнука, Бану Назир, Бану Курайда. Когда шли в сторону Бану Курайда, наступило время Асра. И пророк Мухаммад, салалу алейхи салам, сказал Пусть никто не читает Аср, кроме того, как мы дойдем до Бану Кураева. Некоторые сахабы услышали и вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейсалям, прочитали там. Некоторые сахабы увидели то, что солнце зашло, время Аср наступили, прочитали по дороге. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейсалям, и этим был доволен, и этим был доволен. Это токрир. Это фукаха, факихи, ученые фикры, которые сбивают ахками шариа. Халаль, харам, макрух, мандуб, мубах, мустахаб. Фард. Что касается мухаддису, ученые в области хадисы, они берут более обширный аспект. Почему? Потому что они о всем должны, все хадисы приводят о пророке Мухаммаду, саллаллаху алейсалям. Они говорят, и сунна также является то, что пришло к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейсалям, то, что пришло из его внешнего облика. То есть у пророка Мухаммада, саллаллаху алейсалям, был такой нос, такого роста он был, такая борода была, такая улыбка была. То есть эти вопросы к ахкамам, к хараму, халалю не относятся. То есть, например, у одного один рост, у пророка, саллаллаху алейсалям, был другой рост. То есть если его ниже рост пророка Мухаммада, саллаллаху алейсалям, к вопросу фикха, халаллаху алейсалям это не относится. Вот это сунна, дословно, истилахан, перевод, что такое сунна. И Химран бин Хусейн рассказывал, Хазин Басар, и говорит, рассказывал хадисы. И встал один из людей и сказал, я ахмак, то есть обозвал его, о глупец. Недостаточно тебе слова Аллаха, то есть недостаточно тебе Кур'ана, зачем ты говоришь про сунну? На что Химран бин Хусейн ему ответил, сказал, Аллах, ты читаешь аят Кур'ана, где Аллах тебе приказывает давать закат. Но однако Аллах не сказал в Кур'ане, верблюдо столько-то, столько, корово столько-то, столько, барашка столько-то, столько. Аллах, Субханна Таиле, приказывает тебе в Кур'ане молиться. То есть Аллах, Субханна Таиле, приказал тебе молиться, но не сказал в Кур'ане то, что Зухр намаз 4 рака'ата, Аср 4 рака'ата, Вальфаджр рака'атейн, Утре намаз 2 рака'ата. То, что есть намазы, которые читаются вслух, есть намазы Джахрия, которые читаются в Сирии при себя, как намаз Аср или Зухр. Ты читаешь в Кур'ане то, что Аллах тебе приказал совершать хадж. И также ты не можешь найти в Кур'ане то, что Тауаф вокруг Ка'бы 7 раз, Са'и между Сафа и Моруа 7 раз. И после этого этот человек, который назвал его глупцом, сказал, то есть такое выражение, ты меня оживил, да оживит тебя Аллах. Поблагодарил его. И Хасан Басри сказал об этом человеке, который отрицал сунну, Клюн с Аллахом, этот человек не умер до тех пор, пока не стал ученым в области фикха среди мусульман. То есть, алхамду лиллях, он понял, Аллах Субхану Ваталья ему открыл. Одна женщина, Имра Амин Бани Ясир, это мы говорим, братья, к тому, что как необходима нам сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейху асалям, и недостаточно одного Кур'ана. Одной женщиной из Бану Ясир, звали ее Умму Якуб. Умму Якуб, мама Якуба, факиха, была ученая в области фикха, кариа, чтец Кур'ана. Она пришла к кому? К Ибн Мас'уду, рада Аллаху альху. Ибн Мас'уд, великий из сахабов, который знал хорошо Тафсир, ученый из сахабов, и сказала ему, я Абе Абдур Рахман, о, отец Абдур Рахмана, Кунья Ибн Мас'уда Абу Абдур Рахман. Это хадис Бухарии приводится. Вот эта история в сахабе Бухарии приводится. Она подошла к нему и сказала, о, Ибн Мас'уд, я слышала то, что ты говоришь, поистине Аллах проклинает женщин, которые выщипывают свои брови, и также другим женщинам выщипывают брови. И Аллах проклинает женщин, даже мужчину туда ходит, которые делают татуировки и делают другим татуировки. И Аллах, Субхангра, проклинает тех женщин, которые наращивают себе волосы и наращивают другим. У меня дошло это. Он ответил, Почему я не должен проклинать тех, кого проклинает Аллах и его посланник? И об этом сказано в книге Аллаха, в Куране. На что она сказала, Я читаю Куран от корки до корки, постоянно. И я не нашла в Куране то, что ты говоришь. На что Ибн Масюль сказал, Если ты читала внимательно, ты бы нашла в Куране. На что она сказала, А где бы я найду в Куране? То, с чем пришел посланник Аллаха, берите, и то, что он вам запретил, оставьте. То, с чем пришел пророк, берите, и то, что он вам запретил, оставьте. Поэтому вот так сахабы понимали Куран. Вот так сахабы понимали Куран. Не обязательно, чтобы Аллах сказал в Куране, Аллах проклинает тех, кто... То, с чем пришел посланник Аллаха, берите. Что он сказал? Сунну его берите, а то, что он вам запретил, оставьте. Поэтому Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, Я вам указываю на то, что вас приближает к краю и отдаляет вас от ада. Поистине, мне дан Куран и вместе с ним еще, то есть сунна. Ибн Атия сказал, Ибн Атия сказал, Сунна, подобно Ноеву ковчегу, кораблю Нух, алейхи вассалам. Кто на него сел, тот спасся. Кто-то не успел, тот утонул, сказал Малик ибн Анас. То есть, тот, кто оставил сунну, он утонул, он в заблуждении. Ему всегда будут такие мысли философские. Достаточно ли нам Курана? Зачем нам сунна нужна? И так далее. Я говорю, Абу Кулаба, Абу Кулаба, один великий ученый из таби'инов, сказал, Если ты найдешь человека, который сказал, оставь сунну и принеси только Куран, знай, то он в заблуждении. Это человек в заблуждении, сказал Абу Кулаба. Поэтому теперь Куран по отношению к сунне делится на три части. Первая часть – муаккада лил Куран. Та сунна, которая подтверждает Куран. Например, Аллах, субхану ва Та'ля, в Куране сказал, Акимус саля, читайте намаз. Ва Атус зака, давайте закат. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, также сказал в хадисе, Буни ль, ислама аля хамс. Ислам опирается на пяти столпах. На пяти столпах. Свидетельство о том, что нету большинства достойного поклонения, кроме Аллаха. То, что Мухаммад – раб и посланник Аллаха. Икамис саля – чтение молитвы и воплачивание заката. То есть он подтверждает то, что сказал Аллах, субхану ва Та'ля. Второе – шариха. Когда сунна разъясняет Куран. Например, Аллах, субхану ва Та'ля, что-то запрещает в общем, но в сунне есть исключение. Например, Аллах, субхану ва Та'ля, в Коране говорит, «Хурри ма алейкум мейта, в аддамин мисфух». Аллах запрещает кровь, Аллах запрещает мертвичину. Но в сунне пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салам, сказал, «Ухилля лена майтатан в аддаман». Нам позволено две мертвичины и две крови. Две мертвичины. Ассамак вальджарат. Рыба и саранча. И две крови. Печенка и селезенка. То есть там внутри бывает та кровь, которая оттуда выходит. Бывает, наверное, ты заказываешь кафе, и кровь течет. Вот это дозволено, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салам. Или, например, разъясняешь сунна. Аллах, субхану ва Та'ля, в Коране говорит, «Вас сарик, вас сарик, вактау айдехума». Касательно вора, мужчины и женщины, отрубайте им руки. То есть если это хукам, параним, пошел, гадый был, судья и так далее. А как рука от плеча или от локтя, откуда считать, пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салаллаху алейкум, объяснил от кисти. Вот это сунна, которая разъясняет нам Коран. Также сунна мустакилла. Та сунна, которая пришел с новым хукмом. То, что нет хукмы в Коране. Например, сколько бабушка должна получать наследство. В Коране об этом не сказано, разъясняется в сунне. Или то, что запрещено одновременно брать жены женщину и ее тетю. Об этом не сказано в Коране, а в сунне это пришел запрет. Поэтому то, кто, например, женился на женщины и взял вместе одновременно ее тетю и жены, то есть это запрещено согласно сунне. Харам. Также сам же Куран указывает, что мы должны подчиняться посланнику Аллаха. Аллах в Коране сказал, «Во мэй юти ар-расуле фа кадь атаа Аллах». То, кто подчинился посланнику, этот человек подчинился автоматически Аллаху. Также Аллах нам с вами приказывает, братья, если мы в чем-то разногласим, то мы должны вернуться к Аллаху и к посланнику Аллаха, то есть к Курану и к сунне. Аллах сказал в Коране, «О верующие, подчиняйтесь Аллаху и посланнику Аллаха, и высшестоящим руководителям из вас. Если вы в чем-то разногласите, вернитесь к Аллаху. Как к Аллаху вернуться? К Курану. К посланнику Аллаха, как вернуться? К сунне, посланник Аллаха. И дальше, Субхану ва тааля, сказал, «Если же вы истинно, искренне верите в Аллаху и в судный день». То есть, если веришь в Аллаху и в судный день, у тебя возник спор, вернись к Аллаху и к посланнику Аллаха, к Курану и к сунне. То есть, отсюда получается, человек, который говорит, «Достаточно нам Курана, Аллах тебя в Куране приказывает вернуться к Аллаху и к его посланнику». Также есть далили из Курана, то же сунна — это тоже и вахи, то же откровение от Аллаха, Субхану ва тааля. Аллах, Субхану ва тааля, в сурате «Наджим» сказал, «Ва ма янтику анил хава инхуа илла вахи юха». Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, ничего не произносит от своих страстей. Каждое произнесенное им слово – вахи юха. Откровение от Аллаха. Вахи ташри'и. Это указывает на то, что сунна — это вахи от Аллаха, так же, как и Куран. Также Аллах, Субхану ва тааля, говорит в Куране, помните о том, что Аллах не спасал вам из книги, из Курана и из мудрости. Аллах вас наставляет. И хикма, все муфасиры говорят, это сунна. Аллах, где Аллах говорит слово «хикма», означает сунна. Также, «инн Аллах, Субхану ва тааля, ваўда ан текаффал би баянех». Аллах, Субхану ва тааля, так же обишал то, что Он разъяснит Куран. Аллах, Субхану ва тааля, не просто не спасал Куран, Он разъяснит Куран. «Инн а алейна джам'аума Курана, фаидэя каранаху фааттабиаа Курана». В сурата л-Кияма, Субхану ва тааля, говорит то, что Я соберу Куран, и Я его разъясню. И как Он разъяснит Куран, То, что разъяснение Кур'ана будет через усты нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Аллах в Кур'ане говорит Поистине, я тебе не спасал Кур'ан, упоминание дабы ты разъяснил людям то, что я не спасал тебе. Ведь Аллах, субхану алейхи вассалям, не спасал на сердце кого? На сердце пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Поистине, в Куране, спасал Господа миров. Аллах, субхану алейхи вассалям, вместе с Кур'аном избрал самого лучшего из своих ангелов Джибрилля саллаллаху алейхи вассалям. На твое сердце, Мухаммад. Дабы ты был из числа увешевателей на четком, ясном арабском языке. Поэтому Аллах, субхану алейхи вассалям сказал, Кур'ан разъяснишь ты, я, Расуль Аллах, ты, Мухаммад, не спасал тебе упоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что не спасало им. Поэтому, чтобы понять Кур'ан и сунну, нужно вернуться к Аллаху и к его посланнику. Чтобы мы не заблуждались, не входили в какие-то философские течения, мы должны вернуться к Кур'ану, внимательно читать Кур'ан. Как человек, который еще не прочитал Кур'ан, может сказать, мне достаточно Кур'ана. Он не понял Кур'ан. На русском языке перевод, может быть, даже не прочитал еще. И у него все, он тебя посчитал таким ученым, открывателем новым, с новым откровением, астахарула, пришел, то, что ты достаточно. Я понял. Поэтому, нет, мы должны внимательно читать Кур'ан. И из Кур'ана же мы поймем, то, что мы должны следовать следовать в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейкумсу. Следование в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейкумсу, братья мои, это именно саба, причина любви Аллаха по отношению к нам. Аллах, субханава ва талан, в сурате Али Амиран сказал, «Куль ин кунтум тухиббун Аллах». Скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, «Фаттаби'уни», то следуйте за мной. Следуйте за посланником Аллаха. Ответ какой? Непременно Аллах вас полюбит. Простит вам ваши грехи. И Аллах, субханава на Талан, прощающий, милосердный. Также есть ахкэм, хукмы, которые мы не сможем понять. Без сунни невозможно их понять. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейкумсу, то есть его действия, как он это понял от Кур'ана, от Аллаха, субханава на Талане, и совершил дело, и за ним все сахабы совершили, и это есть указание на то, как он понял аят Кур'ана. Когда Аллах, субханава на Талане, во время саля, когда молился в сторону Иерусалима, и всегда поднимал свой взор в сторону неба и представлял Каабу. И Аллах, субханава на Талане, видел, как он скучал по Каабе, сказал, «Поверни свою лико в сторону мечети Аль-Харам». Из этого аята пророк Мухаммад, саллаллаху алейкумсу, ничего не говоря, еще не слышали сахабы, он тут же автоматически повернулся, и это было узаконено, зафиксировано до сегодняшнего дня. Как понял посланник Аллаха, саллаллаху алейкумсу, это вахи. Это и сунна, в котором пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейкумсу, и напоследок хотелось бы провести один диспут великого ученого, имама, мадхаба шафи'истского мадхаба Мухаммад бенедриса Шафи'и в своей книге «Ар-Рисала». «Ар-Рисала», когда он вернулся с Египты, с Египта у него был диспут с одним из тех людей, который говорил «достаточно нам сунны». И привел этот человек четыре далиля. Почему достаточно нам Кур'ана, не нужна нам сунна? И привел четыре доказательства, почему нам достаточно Кур'ана без сунны. Первое, что он сказал, Аллах, субхану алькумсу, в Кур'ане сказал, «Мы тебе не спаслали Кур'ан Мухаммад как разъяснением для всего». То есть Аллах, субхану алькумсу, сказал, что Кур'ан, он разъясняет все. Поэтому для чего нужна сунна? Второе, то, что он сказал имаму Шафи'и, обращаясь к шейху Мухаммад бин Рису, а Шафи'и, «Поистине, Аллах, субхану алькумсу, сказал в Кур'ане, «Инна нахну наззална зикра, ва инна лагу нахавизун». «Поистине, мы тебе не спаслали зикр, и мы будем его оберегать». Почему Аллах не сказал, «Мы тебе не спасали зикр и сунну?» Почему он сказал, только зикр? Значит, достаточно только Кур'ана. А зикр, значит, не будет оберегаться, то есть сунна не будет оберегаться. Третье, он сказал то, что Абу Бакр, рада Аллаху алькумсу, при своей жизни сжег 500 хадисов. Если бы это было бы так важно, хадисы, он бы не сжег бы эти хадисы. И четвертое, он привел хадис и сказал, «Поистине, пророк Мухаммад, салаллаху алейкумсу, сказал, посланник Аллаха сказал, «Я говорю халаль только на то, что говорит Аллах в Кур'ане, и говорю харам только на то, что Аллах говорит харам в Кур'ане». То есть пророк Мухаммад, салаллаху алейкумсу, он сам же говорит, «Я говорю только халаль на то, что Аллах в Кур'ане, значит, достаточно Кур'ана». Имам Аш-Шафи'и, рахмаллах, ответил ему, говоря, что этот человек потом встал на хедая, обрел прямой путь сунны, ответил ему на первый его довод. «Ты сказал то, что Аллах, субхану алейкумсу, сказал, «Мы тебе не спасали Кур'ан, как разъяснение для всего». А сейчас ты рядом со мной молился. Мы с тобой читали молитву «Зухр». Ты прочитал со мной четыре раки'ата. Ты сделал вначале поясной поклон, потом встал с поясного поклона, потом пошел на земной поклон, потом встал, потом сидел на тачахуде, потом дал салям. Где ты найдешь это в Кур'ане? Ты это взял, сам же взял это из сунны. Поэтому где Аллах, субхану алейкумсу, говорит, разъясняет все это в общем, ахаз, именно тонкости, разъясняет сунна. Второе, где ты говоришь, что Аллах, субхану алейкумсу, сказал в Кур'ане, «Мы тебе не спасали зикр, как разъяснение для всего». Ты сам же отвечаешь тут, то, что Аллах, субхану алейкумсу, не сказал в Кур'ане, «Мы тебе не спасали Кур'ан, как разъяснение для всего». Мы не спасали зикр, и мы будем его оберегать досудного дня, Аллах сказал именно слово викр, не сказал Кур'ан. А викр, все ученые муфасили говорят, туда входит Кур'ан и сунна. Потому что мы поняли, что сунна такое же откровение от Аллаха. Ведь пророк Мухаммад, салалаллаху алейхизалям, ни одного слова от себя не сказал. Поэтому викр, где упомянут в Кур'ане, это не только Кур'ан, а это Кур'ан и сунна. Третье, почему Абу-Вакар, рада Аллаху аня, ужег 500 хадисов? Абу-Вакар, рада Аллаху аня, все хадисы знал наизусть. Абу-Вакар, рада Аллаху аня, отречался от других сахабов. Когда пришел к нему Умар ибн Хаттаб и сказал, давай соберем Кур'ан в одну книгу, на что он сказал, я, Умар, если бы ты мне пришел бы с предложением разобрать гору Ухуд по камушку и обратно мне ее собрать, это было бы легче для моего сердца, чем собрать Кур'ан. То есть такую ответственность чувствовал Абу-Вакар, рада Аллаху аня. И несмотря на это, он все эти хадисы знал, и те, кто сахабы были рядом, знали эти хадисы. Поэтому он боялся, у него был такой стрях-трепет что-то, вдруг он добавил в хадис, если он поспешил или по ошибке и так далее. И четвертое, на что он ему ответил, сказал, ты привел сейчас хадис. Ты же сам же себя с сунну привел и сказал слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я говорю халяль, на то, что говорит Аллах в Кур'ане, халяль, и говорю харам, на то, что Аллах запрещает в Кур'ане, и говорит харам. Ты же сейчас сам мне довод принес в качестве хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, почему бы тебя не заследовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек попросил Аллаха тавба и встал на путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, урожаем, братья, что бы мне хотелось сказать, хотят того враги ислама или нет, хотят те люди, которые хотят стереть сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или обвинить сахабов, как некоторые из тех людей, мы знаем, которые не берут сунну. Это те, кто делает текфир с сахабом, кроме шестерых, которые обзывают нашу маму Аиша. Те, которые говорят, нам не нужна сунна, которая проклинает Бухари и так далее. Хотят они того или нет, она будет сохранена до судного дня. Сунна чистая нашего пророка Мухаммада до судного дня. Ведь, Субхану Ва Та'Аля, сказал, «Инна наану назална дикр». Поистине, я не сказал дикр, Куран и сунну. Я буду оберегать ее до судного дня. И чтобы нам с вами не сбиться, Мы не должны много философствовать в вопросе шариата. Философствуйте в вопросе создания небес, земли, облака небеса. Размышляйте. Но здесь уже все узаконено. Тот аят, который Аллах, Субханитару, ииспослал. Будучи Пророком Мухаммаду, саллаллаху алейкум, на прощальном хадже, на Арафате. Сегодня я вашу религию усовершенствовал. Она полная. Поэтому тот человек, который что-то хочет добавить туда, не нужно добавлять. Она полная наша религия. Она узаконена наш шариат. И удовольствуюсь для вас религией ислам. Просим Аллах, Субханитару, как нас собрал на Куране, на Сунне, так же, чтобы нас в вечности собрал вместе с Пророком Мухаммадом, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, весь постанник Аллаха, саллаллаху алейкум, сказал, мои братья, по которым я соскучился, те, которые уверовали в меня, последовали за мной, не увидев меня. Дай Аллах нам до судного дня, до последнего вздоха нам и нашим детям следовать Курану и Сунне Пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум, ва чазакам лахаир, саллаллаху алейкум, саллаллаху алейкум.